что доброе утро дорогие друзья которые назад мне спрашивали почему нет видео из амстердама многие знают что я сложно сказать чтобы живу нам заметно часы прожу здесь многие спрашивают как здесь дела вообще через происходит в целом в европе но его стартами в частности сейчас едем на велике как и большинство голландцев хотя в целом для меня лично велик это наверное не такое скажем не основное средство передвижения потому что я постоянно вожу куда-нибудь чай и живу я далеко от центра поэтому по амстердамским меркам далеко так на машине это 20 минут до велике там полчасика еду надо ехать на электронном минут 45 на обычно можно сейчас на обычном велодорожке стараюсь добираться если я еду сейчас в чайную это занятие голландским учу четвертый язык потому что коли ты здесь надо язык знать цветают сейчас у нас середина апреля и скоро знаменитый праздник кёнигсдаг день короля тут у нас есть переезды переходы 8 черный происходит происходит то что не всегда происходило размеренная жизнь спокойная немножко она может быть где-то не в моем ритме я люблю жизнь немножко побыстрее поактивнее поэтому сейчас на карантине в ковид я был тут даже больше времени чем сейчас в основном я сейчас больше чаще все равно в азии либо где-то путешествую вообще голландия конечно как любая страна имеет большое количество плюсов и минусов для меня пожалуй главный плюс надо чистота порядок понятность ориентиров и возможность прогнозирования чего-либо что важно для предпринимателя я сейчас сразу скажу я откину в стороны все какие-то там политические проще дрязги там очень много людей пытаются меня втянуть какие-то такие дискуссии даже не то что много какое-то количество периодически на канале вообще-то не пишет что там уехал не уехал но для тех кому интересно я уехал 15 лет назад так капитально я провожу большую часть года не в россии не являюсь ее по сути резидентом налоговым что я больше час времени не в россии уже очень давно вот просто был к вид не мог быть китая оказался здесь если мы развиваем бизнес параллельно с этим его дело в грузии в армении сейчас будет идет в испании сейчас хочу в таиланд там пукет и для меня всегда была таким вот важным что ли явлением это быть человеком мира сейчас проеду в парк хочется ехать по городу для меня очень важно быть человеком мира для меня очень важно находиться в каком-то в таком согласии с самим собой и согласии с окружающим и не быть скажем так транс транслятором любой какой-либо официальной политической истории любые формы социальных групп или каких-то коллективистского сознания почему тоже мне китай и бывают вопросики в этом плане но так как я не китаец и ничего от китая не требует кроме чая я тоже ничего не требует сравнению с некоторыми другими странами китай сейчас тоже посвободнее в целом для меня свобода это такое понятие абсолютно абсолютная и имеющая безусловную ценность то есть ценность которая важнее всего вообще важнее всего на свете то есть не может быть ничего важнее свободы может быть ничего важнее 2 индивидуально свободно я индивидуалист и абсолютно не разделяю как я уже груки мы коллективские мировоззрения и в этом плане мне мировоззрения голландцев она близко то есть они были пиратами они были есть капиталисты я не могу сказать что разделяем на самую точку зрения там капитализма мировоззрения как таковое но как бы это такая основополагающая база на которой уважение частной собственности уважение прав судов я еще одни были из изобретателей все такого понятия как юриспруденция вообще в целом не может по-разному относиться с точки зрения каких-то морально-этических там историй как там они там в колониальной эпоху давлели над кем-либо или наоборот не давлели а скажем так слишком сейчас наоборот пытаются быть толерантны ко всем там национальным сексуальным и прочим и шинством это не до конца так в плане что есть декларируемое скажем так желание общества или даже не общество а какого-то такого скажем истеблишмента что мы должны быть вот такими вызвали остановочку а есть как бы скажем так фактическое явление это фактическое некое представление желание и действия голландцев как они именно расценивают те или иные стальные явления тут как и в любой стране есть очень много тоже политических партий есть очень много партий там правого толка несколько есть левого есть среднего есть как будто всех там под 20 штук идет серьезные дебаты некоторые партии набирают даже самые экстремистские там казалось бы какие-то там самых каких-то взглядов не разделяемых большинством голландцев они тоже имеют право голоса они не права быть представлены в парламенте там иметь своих спикеров достаточно одиозных после которых господин жириновский может показаться просто ангелочки я не сказал бы что я разделяю какие-то такие решения на считаю что свободно она вот в этом и есть то есть вот она не идеальная как и любое общество с вами косяками сами граффити на стенах своей чистотой такое достаточно конкретный вот это такой сабурб амстердама если подъезжаем к сити я могу сказать что для меня это такой баланс сил где ну скажем так приятно находиться здесь достаточно понятно понятная бюрократия она как бы скажем может быть более бюрократизирована и многие вещи которые непривычные там людям не знаю которые скажем так живут или приехали сюда куда-нибудь не обязательно из стран союза но и также может быть из каких-то других стран тут много очень мигрантов вообще в голландии принято и голландии скажем так считается приветствуется иммиграция особенно миграция ценных мигрантов образованных для этой специальной программы есть программы беженства которые во многом зафейлились и поэтому сейчас конечно голландцы тоже понимаю что много что из этого зафейлилось и сложнее ли иногда процедуры чтобы не фейлить это еще дальше это связано с плохой работой структур некоторых и просто неподготовленности общества и самих иммигрантов тем местам куда они мигрируют ничего другого здесь про это не скажешь официально довольно зрелая и она не из европейских стран где был последнее время почти везде мне тут нравится больше всего больше 10 не слишком жаркий климат хотя погода конечно это еще есть бывает ветер такой что сдувает то что с велосипеда мойте машину шатает когда едешь где-то но да тут нету гор и плоская тут все плоская вот прям вот примерно даже как здесь тут везде вот никакого рельефа но это не такая проблема когда ты можешь сесть на машину и за четыре часа оказаться в горах за 7 часов оказаться где-нибудь там в альпах швейцарии там франции в германии тоже можно оказаться в норвегии в дань и бельгии в люксембурге просто за 10 часов можно даже до чехии доехать европа она такая маленькая компактная и очень компактно здесь люди живут в целом и границ между союзом практически нету то есть это как такая большой китай там россия сша ли что-то такое по сути такое же образование только большим количеством культуры языков с гораздо более большим большей степенью сохраненности скажем так ливер пиратом это конкретно вот это вот это по-моему партия пиратская партия нидерландов делать такие стикеры и это на самом деле нормально все это история тоже то есть есть реально партия которая выступает за отмену копирайта там вообще-то максимальное количество свобод в цифровом пространстве тоже голландцы как такие достаточно соблюдали белые когда был к вид когда были все вот эти вот безумные локдауны здесь тоже было достаточно собор таких жестких жестких локдаунов не было нельзя там выйти до магазина там это еще там ходи только по своему району было такой карантин вечерний там после 10 вечера по-моему вот и собственно все ну и там нельзя собираться большими компаниями масочку надевай там помещение тоже важно еще очень важно здесь были очень мощные антиковидные протесты которые достаточно жестко подавлялись полиция конкретно жестко я могу сказать этим протеста они как-то не знаю вполне так тоже повлияли отличать на голландское общество потому что после этого были пересмотрены какие-то нормы там на новости интернешнл выставила представила представление голос к полиции на тему того что очень brutal очень так жесткая по хардкор разгоняли обычные мирные демонстрации антиковидные которых было много вот но потом как-то с этим тоже убеглось естественно вместе с к видам самим такой велотрафик это конечно вообще прикол когда идут когда все едут на работу велосипедов прям очень дофига и причем сейчас я еще только въезжаю в астрадам их становится еще больше кстати она чё про полицию могу сказать про полицию в целом полиция вежливая там да там пусть и приезжает на любой какой-то запрос и что-то происходит особенно сейчас серьезный происходит но скажем так они не очень занимаются расследованием каких-то мелких преступлений типа там краж велосипедов это практически такая традиция австрадамской который невозможно видимо искоренить это уже такая с национальный спорта даже не знаю поэтому все везде пристегивают велики на цепи там все что ничего другое особо так вот таких количеств промышленных не крадут а вот велосипеды это какой-то вот местный такой спорт потом до квартирные кражи которые тоже случаются это взломы и прочее тоже из качества сильно расследовать вот ну и прочее какие-то такие вот штуки потому что полиция очень много занимаются как нам все время сами полицейские говорили когда у нас был к ним вопросы и говорили что надо значит заниматься очень много цифровыми там преступлениями исследуем что там происходит в интернете вот и собственно вот этими интернет преступлениями они занимаются очень мощно чем сказать теплеет наконец-то я выпал где-то 8 утра и так было страшно жарко прохладно свежо сейчас уже потеплее в целом на самом деле комфорта на велике здесь то здесь все сделано вся инфляктура для того чтобы на велике было удобно везде велодорожки везде значит там соответственно замедлилить скорость движения в городе до 30 километров в час сельская даже я этому все время сопротивлялся сейчас привыкли сопротивлялся просто было неприятно до сего можно увидеть 30 это ограничение достаточно медленно но учитывая что город малюсенький и в целом из-за такого количества велотранспорта пешеходов и всего-всего тут и так было не быстро то что не ограничили это дольфти ну не сказать что сильно из этой медленно в плане скорости езды но как бы поехал это то что это нормально когда видишь местных они чаще едут на краске чем туристы и прочее из таких интересных тоже местных особенностей которых можно очень подметить достаточно местная медицина есть медицина основном провинцина и как бы борется серьезно только с какими-то прям серьезными заболеваниями и да особенно по советскому человеку непривычно здесь то что врача а принципе так ну так можно получить если свой собственный врач называется house arts ты можешь воспользоваться раньше его услугами в большинстве случаев эти скажут там поспи поешь там съешь процитамол такая же в байк его языцах на тем процитамола в нидерландах глобально конечно медицина она скажем так оставляет желать потому что многие какие-то заболевания серьезные бывают и замечаются но я таких случаев слышу достаточно много но при этом если мы будем это сравнивать с любой другой страной это плюс-минус похожие проблемы они встречаются везде я думаю сказать что это только нидерландов касается я думаю нет просто есть свои особенности и скажем так эти особенности нужно знать вот вот пожалуй единственная главная такая вот деталь мне надо немножко какой-то рандомный смазовский выпуск получился потому что без чего вижу то и пою сейчас я уже заезжаю в центр амстердама но проезжающих район убить это старый юг засловно переводится голландского еще со старого юга потихонечку буду лежать в центр и наверно проеду по парку на враге на враге он не знаю что здесь имеется ввиду на скорее всего что-то про какую-то войну скорее всего полистинскую с израилем такое движение страдами причем прикол здесь очень многие вывески там настолько дохрена лишь что они уже там может быть даже пожелтели и конечно обновляют на видно что они прям конкретно старого стиля многие какие-то места тут держат уже не одно поколение владельцев очень много таких абсолютно убогих это точек особенно в центре астрадама убогих даже сувениры там нет все не очень нравится сейчас вот но многие какие-то стильных место вообще на самом деле сейчас общее такое направление мэрии амстердама это скажем так весь этот наркотуризм и прочих были берду отсюда убрать очень того как вы видите я сейчас еду вы нигде этого тут не видите вообще и вообще-то в этого недели сообщение увидите если вы не поедете специально в квартал красных фонарей туда где собственно это все процветает сейчас я заехал в парк называется в фонду парк это то есть парк прогулочный парк дословно может перевести с голландского 7 ошибаюсь вот по нему очень круто ехать утром потому что есть на куба парку просто и по сути он соединяет старый юг это такой такой длинный такой зеленый полосой соединяет старый юг амстердама с центром амстердама сейчас я приезжаю когда я выйду из парка я приеду сразу в центр ехать по нему конечно офигенно хотя большая трасса проложена трасса чисто для велосипедов есть пешеходные дорожки то парк самый обычный парк и парк здесь прудики кстати на чем я еду еду я на велике картина купил тут у одного товарища вот бушный электровелик очень удобно ты при этом все равно крутишь конечно ты как бы то есть напрягаешь без всякого сомнения ты что-то делаешь но ты при этом не очень сильно устаешь скажем так ты можешь доехать до куда угодно я шучу в свое время у тебя задница встает больше чем ноги когда сидишь на сидишь на сиденье да то есть на кочках приподниматься кстати в амстердаме вот эти все мелкоколесные велосипеды это отдельная такая пытка потому что тут много довольно бордюров и прочих таких стыков брусчатки местами в центре тоже хватает нет велодорожки тоже зачем-то выместили брусчаткой слава богу таких немного поэтому да хочется сказать что бывший колесный велосипед это решение это классический велосипед амстердамца вот он передо мной старая такой непонятная полузнившая какая-то фигня но это еще не совсем полузнившая но вот едет господин это такое ни в коем случае не электро максимально дешевая там их по-прежнему это стереотип про то что великий угоняет он скажем так в ходу эти вот велосипеды многие очень тысячи грамм с вами ездить все равно стоит в лучшем случае 100 евро а то и меньше народ занимается спортом ну как называют парковое население вообще парковое население она во всем мире одинаково вспомнить как приехали значит латинскую америка нам в чили или в аргентину в парках люди на спорте значит кто-то там гуляет собаками кто-то с детьми сюда такое более что не знаю здоровая часть страны она находится по утрам особенно парк обратите внимание я за все видео я пробовал один куском снимать 25 минут ни разу я не воспользовался звоночком почему потому что вежливость движения голландии конечно не на идеальном уровне как везде но на очень хорошем уровне никто никого не кричит не спешит не торопится есть кто-то там куда-то гоняет на дороге там на чекот подрезать и мне 40 дурака соблюдай правы в 3d дай дураку дорогу сейчас вообще сезон тюльпанов здесь их особо нет больше других парках хотя может тоже есть просто не в этом в этом месте туда то есть цветущие деревья и вот я выезжаю уже каналом центр амстердама вот он был парк табличка светофор для велика знаменитая площадь где справа огромный магазин apple а вода гостиница слева я вот жил когда только-только приехал вот уже центр порежу перелечать на себя потому что то есть что посмотреть тут много трамваев всякого прочего такого дорожного общественного дорожного движения права в целом очень удобный вид транспорта общественно для тех кто любит общественный транспорт я лично его не люблю мое собственное убеждение поэтому меня лучше транспорт это либо велосипед либо машина по-прежнему не могу себя от этого отучить ну и как бы мне особо этот транспорт не нужен потому что либо еду далеко либо еду очень близко сейчас проезжаем уже каналы я прокачиваюсь немножко по канальчиком хочется показать целом такая хорошая дорожка программа видом прекрасно солнечная погода сегодня к сожалению не солнечная просто замечательно наблюдать жизнь каналов у каждого почти населенных каждого почти человека здесь я думаю есть лодка особенно старых голландцев поэтому в каналах очень много велосипедов потому что их тут просто столько что вообще очень много утонувших старых лодок который то есть и дно канала прочищают достают оттуда все это счастье как раз вот этим сейчас занимаются справа еще и ни разу не воспользовался навигатором потому что я уже помню дорогу в целом все понятно это на улице розыград дословно розовый канал раньше это был канал довольно широкий потом вы закопали это стал улица розыград который оставил при этом имя как будто ты канал вообще забавно да впереди там знаменитая церковь у нас там еще на официально по да вот он наш чайный клуб на улице розыград 92 эйч будете в амстердаме заходите в гости сейчас надо пристегнуть велик это важная часть ритуала нидерландов всем спасибо за видео оставляйте комментарии лайки прочие движухи если вам понравилось или еще что-то хотите можете пушечку прогулять так что да еще увидимся всем пока да все таки решил я записать продолжение своего видео как ты возвращаешься на велосипеде под дождем вообще это такая тоже чисто голландский национальный спорт рассекательный велосипеде под дождем причем это еще ладно если мы этот растекание производим в теплое время года когда на улице не знаю там хотя бы плюс 20 когда на улице как сейчас это очень мерзопакостно особенно для тех кто скажем так голландии недавно этот уже пятый год в общем пойдет скоро но по-прежнему мне максимально мерзопакостно передвещаться в дождь велосипеде особенно в такую мерзкую погоду как сегодня гадость несущественно вот так вот получше быть пожалуй единственное преимущество это то что я на электровелике как бы на нем как-то все-таки немножко покомфортно на глобально голландцы это какой-то дико выносливый народ перемудряются в эту дреную погоду гораздо более холодную даже зимнюю иногда ездить максимум в перчатках чтобы руки не обдувало и без какого-либо вообще там не знаю даже без шапки просто ну мы едем и едем еще немного про голландскую погоду прикол в том что на самом деле вот такой вот дождик он как бы абсолютно не гарант что ты он будет тут долго литься то есть вполне есть то есть далеко от того что еще то успеть потом еще и высохнуть на обратном пути вот это как раз самая дурацкая это вот самая брусчатка на полу которая абсолютно не пришли к были хвост здесь она просто здесь нафиг не сдалась она просто здесь не нужна проехался через парк да и надо сказать что нет ничего более замечательного чем легкое прояснение после этой ужасной погоды когда у тебя действительно половина уже выслив штаны за 10 минут пока ты едешь и даже за 5 и самый прикол как вы думаете что еще более может бесить чем дождь ветер самую бесище там ветер дождем пожалуй как раз именно это именно то что мы сейчас имеем вот это занятый амстрадамский лес собственно один из входов него этот еще такой большой большой бассейн для спортивных соревнований парковочка сейчас пустующие такую погоду больше всего мне как нравится когда ты можешь какую-то часть своего маршрута проехать все-таки на велосипеде по лесу вот собственно всю переменчивость амстрадамской погоды вы можете связать прямо сейчас в режиме live я специально не отключал еще не останавливаю на секунду запись видео вот но в общем да уже солнышко я уже высох вот и это конечно потрясающе и в общем тоже даже ничего напоминает что было однако так мерзко и дождливо и вот в этом плане амстрадам я думаю тоже станет погода еще такой хоть хорошая комбинация когда ты очень не успеваешь соскучиться здесь ничто не успевает задолбать даже бывает летом к от сильных жара она тоже никогда не бывает долгий вот это конечно очень большой плюс ну и целом вообще инфраструктура скажем так людей именно людей наверное не для машин я так сказал поэтому ты часто находишься в дорожке голландцы они такие все немножко можно сказать так outdoor они любят находиться скажем так на улице гулять куда-то ездить что-то на улице делать ну в общем завершение уже второй раз прощаюсь в этом видео вот завершение своего путешествия хотел сказать да что ставьте просто комментарии под видео на такое немножко нестандартная она была много достаточно заметное количество вопросов под моими видео как тут дела в амстрадаме ну вот не как-то тут так спокойно на самом деле поэтому глобально какие-то вещи рассказывать не очень интересно какие-то вещи рассказывать не очень хочется поэтому не было повода но сейчас рассказал поэтому да пожалуйста комментарии лайки и всякие прочие подписки всем огромное спасибо за просмотр пейте хороший чай будьте здоровы получайте хорошие эмоции это пожалуй самое главное это находиться во внутреннем и внешнем покое возможности во внешнем тоже но даже очень-то внутреннего покоя я думаю хватит если вы и умеете его поддерживать себе и любые какие-то проблемы они решаются любом случае состояние покоя гораздо лучше ну а чаще всего они в таком состоянии гораздо меньшую имеют возможность возникать всем еще раз огромное спасибо приятных чаепитий и до новых встреч пока